Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДО accommodation Чуть гол не забили, Андрей Леонидович А вы чуть гол не забили Вот в те ворота И инспектор свирепствует Чем? Что он правильно делает, Андрей Леонидович? Сверептирую По стадиону было объявлено, что не будет овертайм А сразу будет бить пенальти В то же время нам говорят о том, что где-то в Хабаровске Сегодня был овертайм А вот сейчас пробьют и спросим Андрей Леонидович, а будет овертайм? Овертайм будет? Овертайм будет? За, за пенальти? Ну вот, узнали Инспектор Да, сразу пенальти Президент ПФЛ сказал Сразу пенальти Давайте пошумим И поддержим нашу любимую команду Забивай, забивай Забивай, забивай Артём, что сейчас выводит? Артём, что сейчас выводит? Да, 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 да Молодцы! 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 Давайте поддержим наших ребят! Молодцы! 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 Огромное спасибо лучшим в мире футболистам футбольного клуба «Знамя» и лучшим в мире болельщикам футбольного клуба «Знамя». А мы встретимся на следующем домашнем матче на нашем стадионе в субботу, 12 сентября в рамках «Олимп первенства России по футболу» среди команд клубов ПФЛ. В гости к футбольному клубу «Знамя» приедет ФК «Квант» из города Обнинск. Начало матча в 14 часов. Давайте все дружно! Молодцы! 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 Граждан, лучше! Спасибо. Спасибо. Будь в пятёрке. И пройти как максимум в кубке, растить свою молодёжь. Есть спонсор. Поддержка города. Едем прекрасно сделали. Играем только начали. Был ли более живописный стадион, чем здесь, где велотрек по периметру? Раньше здесь ещё. Оплохо, помню. Я ещё ребёнком здесь играл. Я играл в школу. Играли? Вы играли на более живописном стадионе, где был бы велотрек? Нет. Нет, нет. Нет. Такого не припомню. Как вам уровень, в принципе, второй лиги? Уровень хороший, реально. Я же еще пропустил два года, когда закончил карьеру. Поэтому ребята играют. Тем более, вот такие кубковые матчи. Сколько раз такое было, чтобы мы проезжали там премьер-лиги и проигрывали второй лиги, первой лиги. Поэтому уровень хороший, достаточно. Тяжело. А два года пропустили почему? То есть решили просто паузу отдохнуть? Да, паузу. Вариантов особо не было после Краснодара. Я решил отдохнуть, потом решил возобновить карьеру. Устал дома сидеть. Ну, то есть, а в тренерском деле себя видите, нет? Посмотрим, еще видите. Дай бог, еще поиграю пару годиков. Потом посмотрим. Пару лет еще? Ну, да, дома у себя хорошо, мне нравится. Живу в Москве, здесь родители в доме. Поэтому круто, молодая команда. Здесь можно и поднаучиться, и уже тренерское, ну, тренерское может чему-то тоже уже где-то начинать можно и здесь. Ну, вот сейчас у вас будет уже жеребьевка и команда РПЛ какая-то. РПЛ, первая лиги, первая лиги. Отлично, да. Мы это знали, вот поэтому бились, сегодня выиграли. Для города праздник сделали, потому что премьер-лига приедет. Круто. Для всех нас. Вы за РПЛ внимательно следите сейчас или как? Я смотрю, по возможности смотрю матч. А Локомотив в основном? Локомотив, да все, Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак, все в принципе. Когда попадает, там возможно смотрю. Но в основном, конечно... Как вам нынешний Локомотив и вот эта вся история, что там сейчас происходит? Ну, не мне судить, меня в команде нет. Конечно, при Юрия Павловича команда была очень сильная. А потом, ну, показывали результат, первое место, серебро, кубок, суперкубок. Все это видели, всегда коллектив у Семина сильный. Я и сам это застал, несколько раз при нем был. А сейчас, что творится, не могу сказать, потому что какая-то перестройка идет, наверное. Поэтому мне судить. История с уходом Миранчука, Алексей, как вы на нее смотрите? Положительно, он давно должен был уезжать уже, потому что он здесь все выиграл. И давно его, наверное, звали в Европу. Он доказал это своей игрой. Молодец, я за него только рад, желаю ему ночи. Я думаю, что у него все получится, потому что парень характер есть, желание есть. Ну, то есть это футболист, который не стал переходить в Зенит, несмотря на шикарные условия. Да, это показатель того, что он хотел в Европу. Я это знаю, я еще с ним играл, я помню. Поэтому выбрал карьеру, а не деньги. А Миранчук самый талантливый игрок, с которым вы играли? Или были люди сильнее? Да были сильнее. Ну, были как сильнее. Лас, Диара, Халк, с кем он был в командах. Это вообще топа. Но у Леши Миранчук очень талантливый игрок. Не-не, с которыми вы играли. Вы играли в одной команде, да. Я играл с Диарой. Да-да-да. С Халком, ну. В Зените с Халком. А, в Халк, когда вы в аренду туда пришли, да? Да, когда в аренду. С Диара у нас Лас был, это вообще сумасшедший игрок. Да, нет, много можно очень сильных игроков припомнить. Но Леша Миранчук очень талантливый. Правильно сделал, что уехал. Вот эта история, вы заговорили о Зените. И я, честно говоря, вот этот факт в вашей биографии стал вспоминать про аренду. Не сразу вспомнил, извиняюсь. Да-да-да. Сейчас вы видите то, что Зенит как-то особняком стоит в России? Ну, два чемпионства. Ну, наверное, да. Чувак по игре, она на самом деле и заслуживает. Победу, ну, и чемпионы, а не по игре. То есть, там, два чемпионства, они с отрывом. Поэтому не то, что особняком, не знаю. Посмотрим сейчас в этом году. Спартак сейчас на первом месте. Более такая плотненькая таблица. Раньше Зенит отрывался и шел впереди. А сейчас, мне кажется, стало все плотнее в этом году. Поэтому посмотрим. Ну, то есть, нет ощущения, что Зенит легко выиграть чемпионат? В этом году, мне кажется, нет. Почему? Ну, посмотрим по началу чемпионата. Именно по началу. По началу чемпионата, да. Что будет сложнее. Судила девушка сегодня. Да. Как вам ее судейство? Я провела хороший матч. Без проблем, без ошибок, я считаю. Честный и достоин. Ну, то есть, никаких не было внутри разговоров на поле, нет? Нет. По судейству в России что скажете сейчас? Да нет. Ну, нет ощущения, что это главная проблема. Ну, не смотрите, что это главная проблема сейчас. Ну, есть проблемы со Спартаком, Сочи, когда, ну, конечно, есть момент, или судьи ошибаются, не знаю почему. Поэтому я не судья, чтобы судить. Есть ошибки. Это видно со стороны. Не всегда, но есть каких-то матчей. Поэтому так. Ну, просто говорят, что в РПЛ нормально, в ФНЛ хуже, а во второй лиге судейство ад вообще. Ну, я с этим столкнулся, да. Пару матчей нас, конечно, судили ужасно в чемпионате. Во второй лиге. А в чем заключается Ренат Ужас? Ну, свистки в одну сторону где-то. Где-то фалы в нашу сторону дают, в такие же в другую сторону не дают. Ну, то есть, такие мелкие моменты видно. Не знаю, с чем это связано. Мы с людьми не работаем, у нас команда, и все только по-честному. У нас нет такого, что нам надо выиграть и там выйти в первую лигу. У нас такое не. У нас растить свою молодежь, показывать зрелищный футбол, чтобы на единомы деньчане приходили, радовались. Ну, то есть, проблема именно в том, что они как-то предвзяты, вы имеете в виду, а не квалификация? Не знаю, я не знаю, но пару матчей судили нас, конечно, слабовато. Ну, так, а дальше, не знаю. Как вам нынешний Локо, если не брать все вот эти интриги с футбольной точки зрения? Как вам команда не говорится? Это хорошая команда по футболистам, хорошая команда по составу. Всегда локомотив был сильный, поэтому, что-то вы говорите. Что у них там внутри, это уже другое, не знаю. А по составу сильная команда. Даже Лешу Миранчуку ушел, но есть кому заметить, у него Антон, брат, краховик. Ну, барину сломался, конечно, он жалко Диме, здоровье ему. Мурила, Ренат. Мурила, Сантин, с ним не играл, достаточно тоже квалифицированная игра. Ну, что-то поначалу там на него гнали, а сейчас он играет нормально с Черлука в паре. Ренат, ну, две последних игры он пускает за спину. Ну, это я последние игры. Да вы прибили бы его, здесь за спину человек пустил, два раза. Я не видел последние игры. Две последние не смотрели? Нет. Понял. Сборная играет сейчас Сербии. И что по сборной могли бы сказать, как следите за ней? Да, сейчас сколько они не собирались-то, поэтому я не знаю. Год, год. Поэтому так слежу, но год не собирались. Желаю удачи, выиграли, чтобы. Вот, что еще можно сказать. Посмотрим, или сейчас будут игры. Будет самому интересно, в каком состоянии быть сборной. А по ковиду здесь все строго во второй лиге? Да, мы каждую неделю сдаем. Каждую неделю тоже, да, тесты? Да. И прям все надо, вот маски вот это нет? Или все проще? Приходим, маска, да. Ага. Поэтому так. Понял. Ренат, лучший футболист из тех, с которым вы играли во второй лиге, может быть, из команды противоположной. Вот я сегодня смотрел первый раз игру Ногинской, и мне 88 номер у вас. У нас 88 номер. Да, 88. Молодой парень, да. У него парень молодой, ногинчанин местный. Есть перспектива у него расти, как и у всех наших молодых. Поэтому никого уделять не буду из нашей команды. Все молодцы. Хорошая молодежь, хорошая школа у нас. Поэтому надо расти, надо тренироваться. Второй лиге мало матчей. Пуня, Ренат.